20 марта Солнце переходит из созвездия Рыб в знак Овна. Наступает новый астрологический год. Вселенная будет всячески побуждать нас к смелым шагам и новшествам, рассказывает астролог Екатерина Бусыгина. Специалист советует не сопротивляться и выпустить вперед свою энергию. Если есть какие-то желания или дела, к которым уже давно решаетесь приступить, не ждите очередного понедельника. Начните действовать уже сейчас. Если вы давно откладывали спортзал, бокс, танцы, сесть на шпагат, растяжку, пилат, все что угодно, все что связано с проявлением силы воли, сделайте это. Сделайте это в ближайшее время, желательно до 25 числа. А чтобы ничего не упустить, лучше написать план. Эксперт предупреждает. Смелость – это, конечно, здорово. Однако не стоит терять голову и совершать необдуманные поступки. Так что о безопасности следует помнить. Что касается любовных отношений, то сейчас наступил благоприятный период для того, чтобы прояснить вопросы, которые беспокоят. Если вы давно откладываете разговор о том, какие планы у вашей пары, поднимите этот вопрос. Но не по принципу вопроса, а по принципу «я предложение, я сообщение». Потому что знак Овна, он в целом говорит «я хочу, мне надо, я иду, пойдешь со мной». Он всегда в лидерской позиции. Начало нового астрологического года – это отличный шанс продвинуться в том числе и по карьерной лестнице. Если давно хотели начать свой бизнес или освоить новое хобби, самое время приступить. Не стоит бояться ошибок, ведь от них никто не застрахован. Поэтому следует проще относиться к неудачам. Тем более времени для того, чтобы заявить о себе, остается не так много. Уже с 25 марта наступит так называемый коридор затмений. До 8 апреля терзаться в сомнениях и испытывать повышенную тревожность будут метеозависимые люди. Поэтому лучше оградить себя от контактов с теми, кто постоянно приносит в вашу жизнь суету. Как правило, в это время у страха глаза велики. То есть кажется, что эта проблема совершенно неразрещима. Но если вы на некоторое время затормозите и просто посидите, посмотрите спокойно, как кубик-рубик с разных сторон, какой цвет здесь, какой цвет здесь, а что мне это дает, а как я могу к этому вопросу подойти, вы найдете наилучшее для вас решение, если вы не будете форсировать события, если вы не будете нагнетать себе, усугублять свое состояние и так далее. Также эксперт советует не брать кредиты и не совершать крупные покупки. Исключение стоит делать только в случае, если нашли, что так давно искали. Однако здесь следует задуматься. Это именно то, что нужно или же очередной соблазн? Не исключено, что в период коридора затмений может появиться желание переложить на других ответственность за свои поступки. Астролог поясняет, порой проще обвинить кого-то, чем признать собственные промахи. Но этого делать не стоит. Нужно преодолевать трудности самостоятельно, ведь это прямой путь к успеху. Ксения Баканова, Константин Головин. События.